В понедельник у остановки «Большая» разбойному нападению подверглась еще одна микрофинансовая организация. Знамя потерпевших от отличных наличных перешло к компании «Деньги.ру». Павильон этой компании расположен в достаточно проходном месте. С одной стороны автобусная остановка, с другой подземный переход, а напротив стихийный рынок, на котором овощами торгуют пенсионерки. Как ни странно, от бдительных глаз всевидящих женщин преступники смогли скрыться. Дачницы узнали о том, что в паре метрах от них произошел налет только после того, как к офису компании стали стягиваться полицейские. Если бы вышла, хоть бы кричала или еще что-то, может быть, обратили внимание. А так ничего. В момент нападения в павильоне находилась только девушка-менеджер. Работница кредитной фирмы поняла, что произойдет что-то нехорошее, как только на пороге появились двое мужчин, по виду которых было ясно – добра, таких ждать не придется. Один злоумышленник прятал лицо за шарфом, натянутым почти до самых глаз. Внешность второго скрывала медицинская маска. Демонстрируя и без того перепуганной сотруднице нож, подельники потребовали отдать им выручку. Сопротивляться девушка не рискнула и безропотно отдала деньги – 10 200 рублей. В распоряжение оперативников попала запись камеры видеонаблюдения, которая установлена в помещении. Преступники отступали дворами. Именно туда кинолога привела сыскная собака, потерявшая след в глубине жилмассива. С места происшествия Ольга Кошелева, Мария Склярова и Виталий Векслер.